Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать, что происходит в латвийской культуре? Гости в студии. Дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре «Культ Просвет». Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах радио «Балком». Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь программа «Культ Просвет». Мы продолжаем наше совместное путешествие в поисках общего культурного пространства. Нередко мы находим его благодаря нашим гостям здесь в студии, представителям художественного мира, людям, которые заняты в области театра, те, кто создают тексты, те, кто обучают студентов и так далее. Сегодня у нас в гостях после долгого перерыва режиссер Айк Карапетян. Здравствуй. Здравствуй. Мы не виделись довольно давно. Но мне кажется, с тех пор, когда здесь в студии, ты сказал, что готовишься поставить «Кармен». Я правильно помню, да? Да, давно был. Может быть, напомнишь, какой год это был, потому что я уже начинаю... 17-е, может быть. 17-е, да. Вот прошло, на самом деле, более пяти лет. Кошмар, ужас. Ну, в любом случае, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас к участию в нашей второй встрече спустя пять лет. И, пожалуйста, будьте частью нашей сегодняшней дискуссии по телефону прямого эфира. 67-21-2939 и 67-21-3939. А также оставляйте свои комментарии и размышления на номер в WhatsApp и SMS по телефону 2061-91. Мой коллега Родион Золотарёв сегодня помогает обеспечить нам техническую сторону нашего эфира. Скажи, пожалуйста, о чём сегодня бы ты не хотел говорить после этих пяти лет? Хороший вопрос. Я старался начать эффектно. Да, лучше давай начнём так, что ты будешь... У меня спрашиваются то, что ты хочешь услышать, а потом мы посмотрим, да. Хорошо. Я полагаю, что каждый день, каждый час мы слышим на протяжении последних двух лет о пандемии, которая по-настоящему радикально изменила нашу жизнь и продолжает менять. И мы не знаем, чем всё это закончится. Но я каждый раз пытаюсь во время разговора с гостями здесь в студии, я пытаюсь каким-то образом абстрагироваться от того, внутри чего мы сейчас находимся. Это очень тяжело по разным категориям, но так или иначе мы могли бы попробовать начать как бы рефлексировать на эту тему. Скажи, пожалуйста, за последние два года что по-настоящему радикально изменилось в твоей жизни? Жизнь подразумевается и творческая сторона, и быт, и восприятие других людей, пространство, передвижение, всё-всё-всё. Наверное, то, что мы стали жить в атмосфере страха, этот страх – это главный фактор дискомфорта последних двух лет. И он уже, наверное, стал таким близким другом для всех, или не другом, но близким явлением. И, наверное, борьба против этого страха, наверное, это самое сложное, что было за эти последние два года, и я как-то в последнее время уже смог попрощаться с этим явлением. Иными словами, тебе удалось встретить, пообщаться и распрощаться? Да, да, да. Наверное, страх – это самое неприятное ощущение. А страх по отношению к чему, чего ты боишься? По отношению, наверное, к близким, что… И вообще страх – это когда ты не знаешь. И особенно в первый год мало кто понимал, что это такое, что это за болезнь. И, конечно же, в главную очередь ты боялся своих близких, своих родителей, друзей и так далее. И тем более у меня несколько очень близких друга очень тяжело переболели, даже в больнице лежали и так далее. И, наверное, близкие люди, это самый большой страх, что с ними может что-то плохое случиться. Мне кажется, за долгие десятилетия, может быть, даже за последнее столетие, если мы говорим о испанском гриппе, который свирепствовал после Первой мировой войны, наверное, это впервые для европейцев, неважно, где мы находимся в Европе, это первый опыт, когда мы долгое время не знали, как бороться с тем, что приносит смерть. И это, в принципе, как мне кажется, как для культуролога, это как раз разрушило окончательные наши иллюзии потребителей о том, что нас, в принципе, ожидает вечная молодость, поток удовольствия и постоянная коррекция наших физиологических процессов, для того, чтобы мы просто продолжали наслаждаться жизнью. И тут вдруг мы вновь столкнулись с чем-то, что, в принципе, почти вне нашей власти. Даже сейчас, будем откровенны, хотя вакцина очень важна, но она тоже, увы, не стопроцентная гарантия. Иными словами, этот страх, видимо, останется. Скажи, ты каким-то образом в своем творчестве последних двух лет рефлексировал на тему встречи с этим страхом? Конечно, конечно. Но я, честно говоря, благодаря своей работе, как раз это всегда убегал. Это такой эскепизм от реальности. И, наверное, вся эта пандемия, эта эпидемия и так далее, она больше вдохновила на работу, потому что больше была мотивация, чтобы убежать от реальности. Как-то, я, например, уже год-два у меня в Фейсбуке нет, и я как-то понял, что не хочу весь этот информационный мусор воспринимать, потому что он портит не только настроение, но и воображение. И как-то хочется больше, наверное, единственный минус, который сейчас есть во мне, это то, что я стал вспоминать прошлое как что-то очень хорошее. И что как будто вот до пандемии было все очень классно, и сейчас, конечно, из-за того, что мы потеряли в первую очередь свободу тоже, то есть очень много ограничений есть и так далее, что логично. И это чувство ограниченности, что ты в ограниченном каком-то мире живешь, наверное, вот этот фактор больше всего в последнее время меня бесит, что как-то я стал больше уходить в воспоминания, а это не очень хорошо, когда ты живешь в воспоминаниях. Я отметил сегодня еще несколько понятий, о которых мы могли бы поговорить, параллельно со страхом, это свобода и гнев, да, я понял, это те моменты, которые сейчас для тебя важны. Может быть, еще несколько мгновений остановимся на теме страха. Страх, ведь это еще и, наверное, ощущение бессилия, в том смысле, что с точки зрения медицины, ну, условно говоря, остается только молиться, чтобы наши близкие были сохранены, чтобы они не ушли. Как тебе кажется, а вокруг тебя этот страх, хорошо, начнем, может быть, с другого конца, какие формы этот страх принимал в тебе, если он смог вселиться, я понимаю, что ты сейчас от него освободился каким-то образом. Я бы очень хотел узнать, как тебе это удалось, но пока вы сосуществовали с этим страхом, ты наблюдал наверняка за этим, рефлексировал, то есть каков он был, как он выражался. Да, я понимаю, элементарные эпидемиологические моменты и так далее, но ведь он каким-то образом начинал, может быть, корежить и твой быт. Нет, нет, у меня такого не было. Скорее, то, что он ограничивает масштаб рефлексии, то есть ты в какой-то момент, особенно когда выходишь на улицу, идешь в магазин или в кафе, в бар, ты видишь людей в масках, понимаешь, что тебе надо в очереди стоять. И это все, вот все эти факторы больше вселяют страх, чем когда, например, ты просто дома сидишь. Потому что дома сидишь, ты можешь убежать от всего этого, от этого страха, есть много чего, что это помогает делать. Прости, что прерву, то есть страх усиливался как раз в присутствии других испуганных людей? Конечно, конечно. И как я освободился, я просто переболел в декабре на праздниках. У меня дочка привезла ковид из детского садика, и мы переболели. И как-то после этого легче стало. Не то, что надо болеть, просто мне как-то повезло. Я, конечно, не была температурой и так далее, но... Мои родители сделали третью прививку, и я как-то более-менее успокоился. Я понял, что со мной навряд ли уже что-то хуже может произойти с ковидом. И я сейчас просто в таком процессе ожидания, когда все это закончится, я довольно-таки оптимистично смотрю на то, что сейчас происходит. Я думаю, это последний такой всплеск, кульминация всего этого. По крайней мере, мне так хочется верить в это. Исходя из того, что я читаю про последний штамм и так далее, кажется, что какой-то оптимизм появляется. Кульминация. Последний штамм, последний из известных? Да. Означает ли это, что действительно мы приближаемся к развязке? Да, да, мне так кажется. Это всё как бы логично. Мне кажется, по драматургии. Вот я только хотел упомянуть, что это несколько театральный момент начинает появляться. Да, да, да. В какой-то степени. Тема свободы. Хорошо, передвижение, да, но ведь я полагаю, что ты имел в виду свободу более широкую. Да, да, да. А что ещё из составных частей свободы ты потерял? Я ничего не потерял, я скорее... Хорошо, мы как общество. Да, мы как общество, наверное, стали более обнажёнными, голыми. То есть уже больше никто ничего не прячет. Уже каждый показал своё лицо. Я думаю, даже в политической точке зрения, если мы посмотрим наших соседей, не только соседей, а вообще на весь мир, то все проблемы, все... Знаете, это как я слышал и читал про то, что те, которые переболели ковидом, у них, например, какие-то хронические болезни есть или что, у них всё это обостряется. Мне кажется, вот это с обществом то же самое произошло. Всё, что-то скрытое было, всё, что мы скрывали, улыбались своими фальшивыми улыбками друг к другу. И вдруг вот сейчас мы уже больше не улыбаемся друг к другу. Да, выходят токсины, и мне кажется, что как-то мир... Не мне кажется, это понятное дело, 100% так и будет, что мир уже изменился, и даже после пандемии мир совсем будет другим, и он будет более честным, наверное, и менее лицемерным. Я хотел бы чуть-чуть уйти вглубь. Ты упомянул о том, что до пандемии мы улыбались, и сквозь эту улыбку, может быть, или с помощью улыбки мы скрывали какую-то ложь, притворялись и так далее. Забавно, что теперь, когда мы надели маски, мы вроде бы стали честнее, да, получается? Да, это улыбки, фальшивой улыбки больше нет. Маска другого материала. Скажи, а вот именно твоё восприятие других людей, знакомых или абсолютно неизвестных людей в магазине, именно вот с масками, когда ты видишь, по сути дела, в темноте только может быть... Глаза. Интересно, что до этого правые радикалы пугали Европу, скажем, всевозможными головными уборами, которые якобы скрывали, допустим, женское лицо, и тем самым делали его непроницаемым для контроля. Маска, лицо, вот ты каким-то образом мог бы комментировать, изменилось ли что-то в твоём восприятии человека как такового, там, любого фланёра на улице? Люди стали более красивыми в масках, я это заметил, что мне кажется, что каждый второй человек прекрасен, потому что, наверное, только глаза вижу, а у человека самый красивый, что может быть, это глаза, и когда ты смотришь на человека, это уже как бы кажется, что даже ты знаешь, как он человек, и как этот человек на самом деле выглядит. Ты дорисовываешь? Да, ну, как-то кажется, что через глаза... Хотя я 70% заблуждался, когда мне казалось, вот так ты снимаешь маску, и ты просто в шоке, как человек выглядит, это не так, как ты думал. Но и второе, наверное, то, что... Сейчас меньше читается, конечно, что человек в каком настроении, он улыбается тебе или не улыбается, или он сердит. По глазам это не всегда, кстати, видно, что интересно. Я раньше думал, что по глазам всё можно понять, а сейчас вот нет. Вот, наверное, может, потому и люди стали более красивыми, что меньше эмоций показывают. Но ведь это же самообман, мы всё равно когда-нибудь снимем эти типичные или какие-то медицинские маски, тогда откроются все наши настоящие лица. В связи с этим, возвращаясь буквально на мгновение к тому, что ты упомянул, ясно, что сейчас большинство из нас делят мир на до и после пандемии. Ты упомянул о том, что вот до мы были, условно говоря, плохими, сейчас у нас... Еще больше. Мы сейчас по-настоящему плохие. Мы сейчас по-настоящему плохие, то есть мы как бы сорвали все покровы, сейчас нам плохо, но потом мы можем выстроить. Вот мне интересует состояние общества до пандемии, то есть что в том обществе тебе было неприемлемо, почему мы были плохими? Каков был бы твой каталог, допустим, если бы ты представлял тогдашнему обществу список наших грехов? Я знаю, вот я честно скажу, не смогу я это сформулировать, потому что я об этом не думал, но я могу точно сказать, что... Ты знаешь, что мы были плохими, значит, у тебя есть... Не, не то, что плохими. Просто сейчас видно, кто больше всего боится. Мне кажется, что все эти люди, которые не верят в ковид или вакцинацию, мне кажется, что они больше боятся, чем те, которые вакцинируются. У них настолько большой панический страх, что они не могут принять этот факт. Это как, ну, есть такой психологический термин, пост... как он назывался? Ну, когда кто-то умирает из близких, ты... Пост-травматический. Да, когда ты не сразу воспринимаешь этот факт, а ты отрицаешь этот факт смерти близкого человека. Это первая реакция, что у человека происходит. Мне кажется, что то же самое с тем ковидом, что часть общества, она хоть и притворяется сейчас, что они не боятся кови, но мне кажется, они больше боятся, а потом они его полностью пытаются игнорировать, что его не существует или он настолько опасен. Тем самым, если они не принимают прививку, то это тоже форма отрицания. Да, потому что они боятся, они боятся привиться, они боятся ковидом заболеться. То есть они всего боятся, и мне кажется, вот это у них эта реакция, что они показывают, что они этого всего не боятся, еще больше усиливает этот эффект. Хорошо, тогда как понять это, скажем, противоречие? С одной стороны, вот она вакцина, как такое волшебное средство. Но появилось довольно быстро, там, год спустя, да? Да, да. И есть доказательства и так далее, и так далее. Если у тебя есть страх, заглуши его этой прививкой. Почему все-таки этот страх столь силен, что он даже отрицает возможность от него избавиться? Я не знаю. Я не смогу на этот вопрос ответить. Потому что у меня была очень разная теория на этот счет. Но я потом понял, что эти люди очень разные. Разных сословий, разных образований, очень разные люди. Я не знаю, это просто тип таких людей, я не говорю, что они плохие. Просто они так проявляют свой страх. Интересно, что ты упомянул слово «сословие». Если это не оговорка, то в какой-то степени такая получается антиутопия. Мы в каком-то новом феодальном государстве. В феодальном обществе. Наверное, да. Я полагаю, что я утомил тебя разговорами о ковиде, но я полагаю, что мы могли бы поговорить о свободе в более широком. Да. Ты имеешь в виду гражданские свободы? Нет, я имею в виду внутренняя свобода. Потому что это важнее, чем внешняя свобода. Все-таки я верю, что человек по своей природе свободен внутри. Хотя напряжение истории очень много умных людей отрицали. Но мы видим именно, что, например, несмотря даже на 70 лет коммунистического режима, все-таки люди, часть людей были свободны внутри. Даже несмотря на то, что они жили. И они жили по правилам диктатуры и так далее. Но все-таки внутреннюю свободу, мне кажется, можно убить, но человек рождается с ним. И просто ты либо... Потому что очень легко быть несвободным. Если ты полностью отрицаешь эту свободу, то получается так, что ты хочешь существовать в более защищенном каком-то пространстве. Потому, наверное, очень много людей, например, когда выходят в общественные места, они более защищенными себя чувствуют, когда они одни. А свобода — это незащищенность, конечно же. И мы, например, видим сейчас... Я не буду называть имена, но мы смотрим и читаем, и у всех на слуху не только то, что происходит в России, но вообще в мире. Есть люди, которые видят, что они внутренне очень свободны, и они это защищают. И они потому говорят, что они ничего не боятся. Да, это понятие новой культуры, наверное, диссидентов, потому что это всё-таки действительно выражение той свободы, которую сейчас по сравнению с брежневскими временами можно очень легко уничтожить. Не только физически, но это можно создать целую сеть несвободы вокруг человека, как раз помощи, коммуникации. Поэтому нельзя говорить, что, скажем, преследование эпохи Брежнева — это был действительно очень бархатный период по сравнению с тем, что сейчас полностью... Да, но с другой стороны, например, если мы говорим об этом, то мне кажется, что в советское время, например, люди внутренне более свободны были, чем, например, в России сейчас, потому что хуже цензура — это самоцензура. И то, что я вижу, например, в России, что меня пугает больше всего, даже не то, что политическая цензура существует, а то, что люди сами начинают все цензироваться, потому что по закону там никакой цензуры особой и нету. По крайней мере, не было ещё несколько лет назад. И общество как-то, не знаю, каким гениальным способом власти это удалось, что люди сами стали сами цензировать, при этом никто им не говорит, что это нельзя, это можно. По крайней мере, несколько лет. Мне кажется, что это в кавычках чудесное средство есть, тот страх, о котором ты говорила. Это просто другое лицо страха. Потому что мы видим, действительно закрываются выставочные залы, закрываются какие-то культурные пространства, причём люди их сами закрывают. Хорошо, если мы возвращаемся к ситуации в Латвии. Да, мы живём в демократическом обществе, которое, как и каждое общество, может время от времени болеть. Мы иногда там хромаем, кашляем и так далее. Как тебе кажется, вот состояние здоровья нашего общества именно с точки зрения качества свободы, отношения к ней и так далее, за последние, допустим, 5, ну, может быть, 10 лет, чтобы была более длинная перспектива, что изменилось, ухудшилось что-то? Нет, я думаю, меняется в лучшую сторону. А, даже в лучшую? Пожалуйста, я очень хочу это слышать. Мне кажется, что, например, 10 лет назад ещё не было понятия того, что... Вернее, это понятие было, но часть общества это ещё не особо осознавала, что государство существует для человека, а не человек для государства, как у наших соседей. И мне кажется, в последние годы это изменилось в лучшую сторону, особенно благодаря новому поколению, она стала более свободомыслящей. И это не только о латышкоязычных, но и о русскоязычных, что более терпимые, более свободно смотрят на других людей, без каких-то страхов или комплексов. И мне кажется, что это в этом смысле в лучшую сторону меняется из-за нового поколения. Все, которые 50+, это другой вопрос. Позволю оппонировать. Дело в том, что мне кажется, свобода, если мы говорим о различиях поколений, она должна проявляться не только в стиле и образе жизни, или, например, отношении к своему телу, или к телу партнера, или еще что-то. Это должно выражаться как-то в публичном пространстве. Мы все-таки общественные животные. Поэтому я, например, не видел ни одного протеста студентов или старших школьников против так называемых, скажем, нововведений в Министерстве образования, о морали, тыкумибе и прочее. Я не вижу, допустим, движения пацифизма. Это нарастающая истерия по поводу гражданской обороны, яунсарги и все это прочее. То есть милитаризация молодежи, по сути дела. Естественно, обрамленная благими целями, но так или иначе это происходит, на это тратятся в том числе и финансовые ресурсы. Я не вижу, например, левой культуры молодежи, которая, условно говоря, противопоставляла бы этой милитаризации. Нет, мы идем и, допустим, будем раздавать друг другу книжки или читать вслух сказки. Ну что-нибудь такое абсолютно в стиле хиппи, ну что-то такое анти-анти-анти. И я не вижу интеллектуальных дебатов, я не вижу споров вокруг книг, я не вижу споров вокруг театра. Может быть, мне нужно поменять диоптери, вполне возможно, но я вот опонировал бы тебе, потому что эта свобода должна влиять каким-то образом на качество материала общества. А я вижу, что с нами, в принципе, можно делать все, что угодно. Ты абсолютно прав, но, во-первых, когда это было, у нас такой культуры нету. Именно такой культуры, именно полемическая. Вообще, именно как раз-то, если мы говорим о проблемах, то это, наверное, самая главная проблема, что на сообществе не существует никакой полемики вообще. То есть одна сторона считает других, грубо говоря, плохими, потому что не думал, так они. И так же, наоборот, из-за отсутствия полемики, мне кажется, там и появляется вот эта проблема, которую ты говоришь, потому что сейчас никто не хочет ни с кем спорить. Каждый считает, что он прав, и все. Никто не сомневается. Но насчет протестов у нас страна конформистов. Это нужно, понимаете. И у нас государство может все, что угодно делать, поднимать налоги, даже придумать налог с денег, которых нету, мне кажется, это вообще полный абсурд. И никто не выходит и не протестует. Но при этом, например, если будут протесты в Беларуси или про Навального, что будет, то люди, молодежь левая выйдет. Выйдет куда? Ну, куда-то. Придумать себе свой собственный алтарь западного туриста по отношению к Беларуси? Ну, как бы да. Чувствую себя хорошо, что мы все-таки не в такой стране живем, слава богу, как и в Беларуси. Но вот именно выйти за свои права, вот там начинаются проблемы, я тут согласен с тобой. Это очень долгий процесс. Например, то же самое во Франции, где там на несколько центов подняли цены, да, на горючие, так сразу там эти зеленые жилеты, желтые, желтые, да, вышли, начали громить и так далее. У нас такого никогда не произойдет. У нас либо я буду жить дальше, меня будут прессовать, либо второй, я эмигрирую. Да, это довольно распространенная практика. Потом, к тому же, извини, что прерыв на мгновение, очень интересно, что получается некий такой симбиоз. Люди именно из-за того, что в стране становится с точки зрения политической культуры, экономики все хуже, они покидают страну и точно же превращаются в романтизированную такую диаспору, в которую нужно стремиться, ехать там, обнять ее, пригласить обратно, там, зов Родины и так далее. Нет у тебя ощущения, что наша раздробленность и по этническому признаку, и по темам истории как раз и создает почву для этого, конформизм по принципу «Ой, ну мне на все наплевать, ведь на меня же тоже наплевать». И тем, кто там в сейме, и тем, кто рядом со мной на лестничной площадке, я их не понимаю, не знаю, да и не хочу. И что в результате получается? Я думаю, это все проблемы образования. Если начинать сейчас, надо со школ давать, я не знаю, просто какая сейчас программа, но я разговариваю с молодежью, я понимаю, что уровень образования очень низкий, очень низкий. У нас там, не знаю, какие-то реформы происходят в образовании, но я, например, очень сомневаюсь, что в школе обязательно надо Оруэлла читать или читать, не знаю, Платона, да, или Макиавелли, чтобы более-менее понимать, что такое политика, что такое государство. И в этот момент и появляется какое-то представление о том, и, кстати, не зря, не зря в советское время их не читали, потому что, ну, не давали читать, например, то же самое Ницше был вообще запрещен до 91-го года, и вот только в 91-м или 92-м только напечатали первый раз на русском языке о Ницше. и это все логично, это все логично, и мне кажется, что вот сейчас нужно, как во Франции, например, да, если мы будем говорить о Франции, у них система образования, она очень сильная, особенно гуманитарная, и потом мы видим эти протесты, она немного слишком, конечно, привеличена, у них там своя культура есть протесты уже, начиная с революции, весь 19-й век в одних революциях там во Франции, в Франции жила, но вот у нас какой-то страх есть, мне кажется, вот революции, из этого страха за Красную революцию, из 90-х годов, это не только у нас, это, мне кажется, во всех бывших советских странах это существует, потому отчасти они правы, что любая революция приводит к катастрофе, но нужно пережить эту катастрофу, чтобы что-то возродить, ни одна революция не дала ничего хорошего, но при этом она дала как раз тот момент транзишна, да, вот это перехода, да, чтобы Франции понадобилось 100 лет, чтобы они пришли к тому, к чему они пришли. Это очень долгий и болезненный процесс, но к нему надо стремиться. И, а у нас, я в свою очередь, наблюдаю за дискуссиями, например, критика латвийского президента и его политики, и его высказываний, что, в принципе, является основной частью демократического общества. Мы имеем право, он не монарх, он не папа и не священная фигура, а это всего лишь чиновник с символической ролью. И мы имеем право критиковать то, что мы считаем нужным. Я вижу в Фейсбуке циркулирует, причем на уровне, условно говоря, наших, я бы так назвал, новых придворных поэтов, ощущение того, что если ты критикуешь президента, значит, ты подкапываешь под устой государства, значит, следующий ярлык это не патриотизм. Я знаю, что ты сам испытал это в какой-то момент на своей шкуре, что называется. И в результате получается, что ты как бы становишься моментально неблагонадежным. Откуда такая матрица в обществе, которая более 50 лет страдала от того, что сейчас производит дальше. Эта риторика исходит от людей поколения 50+, которые как раз хорошо помнят те времена, хотя они ненавидят те времена, но они по этим же принципам... Они страдали, но они просто поменяли статус. Получается, они наконец добрались до тех дверей и сели в те нужные кресла. Я не буду упоминать одну уважаемую Мою ПТС, тексты, которые я очень люблю, но я был... Это у меня даже был некоторый антропологический восторг. Я думаю, вот она формула перерождения интеллектуала-диссидента в интеллектуала как бы придворного поэта, да, или ПТС. И поэтому вопрос, мне кажется, с такими исходными данными мы действительно вот эту парадигму конформизма не сможем поменять. Не сможем поменять, потому что очень мы боимся. Мы очень боимся. У нас есть на Востоке один пример, на Западе другой пример, и мы всего боимся этого. Ну, мне кажется... А что у нас на Западе? Что, мы боимся Запада? Ну, есть вот как раз часть людей, которые тоже не принимают западные ценности, да, они говорят, что там нужно идти по национальному какому-то идее, ну, националистические. антиевропейское сообщество. Антиевропейское сообщество, но при этом они, понимаешь, они поменяли идеи, если мы говорим о тех идеях, которые были в советское время, но все эти методы остались те же самые. И мне кажется, что если у меня другая идея, значит, я уже лучше, я уже не тот, кем я был тогда. Но идея всего лишь инструмент. Ты можешь эти идеи менять каждый день, потому они ничего не знают, что я вообще в последнее время помню, что в идеях мы слишком переоцениваем идеи. Есть какие-то ценности, по которым ты можешь жить или существовать, но ты не можешь путешествовать в чужих идеях. Это как минимум страшно, потому что это означает, что у тебя самого своих идей нет. Это не я говорил, это, по-моему, Декарт говорил еще в свое время. Скажи, если мы сейчас, скажем, такой, бросим панорамный такой взгляд на то, что сейчас у нас в Латвии, в политическом пространстве происходит неприятие другого, будь то, например, тема феминизма или, допустим, насилие против женщины или ЛГБТ-общины или там, не знаю, мусульмане, которые имеют право в конце концов на свою мечеть в центре города, так же, как все остальные религии, если мы признаем равноправие культур. Если в Берлине ты выходишь из метро и сразу же попадаешь, условно говоря, прямо к воротам мечети, то это часть политического ландшафта Германии. У нас все это отсутствует и в то же время я вижу, что поднимает как бы голову такой некоторый религиозный неоконсерватизм и ему даже выделяются финансовые средства в публичном пространстве, а альтернативные голоса становятся все тише. Тебе хватает еще воздуха? Я в этом не вижу большой проблем, потому что, если мы, например, примем, скажем так, права религиозных людей, например, те же самые мусульман, то мы будем жить в более консервативном обществе. Я потому не особо приветствую не только о мечетях, вообще строительство каких-либо церквей, я против церквей, я за веру, я за Бога, но я против того, чтобы мы ходили в какие-то места и мечтали о мире, который у них существует или, может быть, не существует. но то, что ты говоришь про принятие и непринятие, это как раз-то есть страх, с которого мы начали наш разговор, а страх, ты, говорит, ты не знаешь. Мне кажется, что то же самое, вот ты говорил про феминизм, если мы так пообщаемся с феминистками, они сами до конца не очень понимают, что такое феминизм. Им не надо понимать, они будут это постоянно видоизменять, определять заново, спорить, там будут разные блоки и так далее, это абсолютно нормально, но то, что мы, скажем, большинство нашего общества консервативно и резко, скажем таки, альфа-маскулинно, мне кажется, это как раз говорит о качестве нашего общества. Пусть феминистки дерутся между собой на научных форумах до потери сознания, пусть они там пятая волна феминизма или там еще какая-нибудь, но не в этом дело. Дело в том, что у нас, например, почему-то католические, представители католической, скажем, дискурса очень интересуются альтернативными семьями, но абсолютно не заглядывают в семьи католиков, где та же, как и в других семьях, есть множество проблем с насилием и так далее, и так далее. Оставьте людей в покое, и Бога, в принципе, тоже можно было бы оставить в покое, он сам разберется. А здесь вот такой вот абсолютный такой вуайеризм, я не знаю, общей кухни какой-то такой вот коммунальной. Ну да, понимаешь, они не разговаривают же с оппонентами, они разговаривают именно, вся эта ретройка, например, церкви, это к своим прихожанам, все это, они не хотят терять своих прихожан, не то, что они не разговаривают с тобой или с другими оппонентами, и потому я в этом не вижу проблем, то же самое с националопатриотами. Кстати, если говорим о консервативном обществе, то оно будет усиливаться, потому что как-то так совпало, что пандемия началась именно в тот момент, когда более-менее либеральные силы были у власти, не только у нас в стране, но во многих странах. Ой, у нас в стране тоже? Ну, я думал, что да, у нас, например, ну, начали приходить, все-таки, я в этом не особо разбираюсь, особенно в латвийской политике, не особо углубляюсь, но у меня какое-то такое ощущение, что все-таки не националисты у власти, а более-таки центристы, скажем так, это Венуты, там, например, у нас все-таки в Рижской Думе кто у нас мэр, насколько я понимаю, из либеральных сил. Да, но он великолепно сосуществует в таком забавном мезальянсе с национальным объединением. У них нет другого выбора. Есть выборы, есть другие матрицы, например, я чувствую в тебе некоторые французские следы, да, особенно касаемо, допустим, религиозной политики, такой лайцизм. Я скорее как бы в немецкой традиции, поэтому я, например, вижу, что в Германии есть политика ценностей, и, например, зеленые долгое время были в оппозиции, ибо они считали, что им важнее сохранить свой профиль, как бы ценностный профиль, свое лицо по отношению к коалиции, куда, может быть, они попали бы благодаря каким-то компромиссам. Но они остались вне, теперь они как бы триумфально въехали на белом, значит, коне в коалицию, потому что они теперь, как бы пришла их эра, что называется, да. То же самое сейчас с ЦДУ и ЦСУ, которые, конечно же, после 16 лет это обвал политического капитала, это просто разорение всего хозяйства. Но это произошло, они все-таки остались, и теперь они работают на ценностные какие-то ориентиры своего избирателя. У нас, что не год, то новая партия, все, в принципе, консервативно-традиционные, а потом в результате, если ты выбираешь, допустим, либералов, на следующее утро ты понимаешь, что ты оказался в одном, простите, на одном ложе с национальным объединением. Как? Как избиратель. То есть тебя просто-напросто как ресурс продали за дочь. Да, но они разговаривают со своими избирателями. Та вся эта риторика, например, гомофобная или антифеминистическая, это все-таки исход из тех людей, которые разговаривают со своими избирателями. Если они будут говорить с другими, они потеряют своих избирателей, за них не будут голосовать. Понятное дело, прогрессивные. Нет, с ними все понятно. Национальное объединение как раз... И у нас общество консервативное свое, к сожалению, или к счастью, не знаю. Ну, как бы оппонента можно уважать за его собственные ценности. Да, конечно, конечно. Но я не могу уважать тех, кому я как бы испытываю симпатии политические, если они моментально сдают свои позиции ради существования. У нас никакой идеи нет, у нас никакой идеи нет. Вот, об этом я и говорил. Да, у нас партия меняет название, и люди, например, идут, голосуют за залию только потому, что они живут в провинции, такое название. Или там русские, русскоязычные голосуют за сасканье, потому что там русскоязычные. Не за идеи, никто там за особые идеи, скорее за название и за какую-то очень примитивную принадлежность. Принадлежность, да. Однический признак. И вот к финалу нашей программы мы подошли к нашему старому, скажем, сундуку, который уже жучок уже съел, как бы эмоционально, этническое и политическое, скажем, размежевание. Скажи, это когда-нибудь закончится? Что говорит твой футурист внутри тебя? Я не знаю. Никогда, наверное, не закончится, но мы живем в двух очень разных идеологических пространствах, я имею в виду информационном. Есть, с одной стороны, которые исходят из восточных стран, я имею в виду бывших советских, например, из России, и очень большая часть населения смотрит эти каналы. Даже в России, по-моему, нормальные люди уже не смотрят, но у нас смотрят. И у нас, больше всего, голосуют за Путина из всех стран. Вопрос, прости, сразу же прерву, чтобы не исчез вопрос. Почему? Каковы эти функции? Это же тоже компенсация. Почему голосуют? Да, это чужая нам страна, прошло 30 лет. Мы, в принципе, даже те, кто совсем специально ослепли, оглохили, они прекрасно знают, что там происходит. Можно очень долго не верить и обманывать самого себя. Но, в принципе, массового переселения тоже не ощущается. То есть, в какой-то степени, несколько утилитарные отношения, более-менее западные ценности, или, условно говоря, там уровень хотя бы пенсии по сравнению с Россией. И в то же время мечты о таком бывшем, уже не существующем пространстве величия плюс тотальное равнодушие со стороны политической элиты к тому же явлению неграждан. Вот эти люди, они как-то какой-то такой балласт истории. Потому что часть людей все еще верит в то, что главный фактор успеха это сила. и к сожалению, они не понимают, что это уже прошлый, или даже позапрошлый век, и больше силы никто не мерится. Сейчас все то же самое, кстати, и политика России. Они все еще в таком олдскульном пространстве живут, им кажется, что захватив какие-то земли, то это и есть вот эта правда. А по-настоящему в наше время даже так не происходит. У нас есть звонок, научники тоже надел. Добрый день, вы в эфире, пожалуйста. Добрый день. Вы знаете, дело даже не в том, что Россия хочет силы, а вот такая мелочь. У нас, когда развалилась эта максима, да, в заветуде, там люди, которые были в гражданском браке, они не могли получить ни компенсации, ничего, даже без квартиры осталось. Помним, да. А когда в России в шахте завалилась актера, Путин сразу сказал, что даже тем, кто был в гражданском браке, им тоже положены какие-либо компенсации за погибшего своего кормильца. Спасибо. Спасибо вам. Я полагаю, что это один из моментов, которые тоже можно прибавить к списку объяснений, почему голосуют. Это некоторая идея заботы, о том, что... Защиты, да. Вот они живут... Вот часть населения нашей страны живут в таком пространстве, что им кажется, что они не нужны этой стране, и эта страна им не нужна. А вот есть сосед, там дед или отец, там кто там сидит, который позаботится о нас. И я, например, они не понимают, что они еще меньше нужны той стране. Они только... Ими будут пользоваться только как инструментами и оружием, как мы видим на Украине, что происходит. Да, да, к сожалению. Но это, мне кажется, это такое уже более... Хотя у молодых тоже есть какие-то такие иллюзии. Вот я знаю несколько людей, которые говорят, там, Путин, Путин. И они при этом не хотят воспринимать ничего другого, вот никого другого мнения. И вот мне кажется, что вот то, что мы говорили, что вот мы в Кунду живем в обществе, где вообще никакой полемики не существует, и никто не хочет сомневаться. Никто не хочет сомневаться. Скажи, а каков, например, образ Запада вот сейчас в Латвии, как тебе кажется? Он тоже, наверное, очень дифференцирован. Вопрос, допустим, те молодые люди, о которых ты упоминал, они там скандируют, Путин, Путин. А Запад, ведь они технологические, в быту, там, допустим, в своих субкультурных каких-то моментах, они же ничем не отличаются от русскоязычных берлинцев, или парижан, или еще кого-то. или есть какие-то Я, например, на Западе встречал людей, которые очень поддерживали Путина, они любили даже, они говорили, что мы любим Путина. И я в один момент, я понял, что это такая буржуазная часть в Скандинавии, в Исландии очень много таких встречал, кстати. Это такая 50-60+, которые все-таки за какие-то традиции, за традиционный образ жизни, они не очень воспринимают либеральные ценности. И для них Путин в каком-то смысле это такой символ защиты традиции. Что вот им так кажется, что Путин защищает традиционный образ жизни, традиционные какие-то устои, они говорят, что он смелый, он не подался. Ну да, Эти поклонники русскоязычные или это жители этих стран? Нет, жители вообще не русскоязычные. Скандинавы. И таких, я знаю, что во Франции очень тоже многие, именно 60+, не много, не скажу, что многие, но есть люди, которые говорят, что Путин хорошо. Но я помню, один раз я в Париже был несколько лет назад, я остановился на улице Бонапарта, там был такой магазинчик, где продавали какие-то куклы. И там на витрине были куклы разных президента, правителей. и там был такой угол правителей России, там был Путин, Брежнев, Ленин. Я помню, я стою, только смотрю, и ко мне подходит, не ко мне, а просто рядом стоит пара, где-то 50+, они такие смотрят, и такие, мужик говорит, у-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, о-рибль, о-рибль, и ушел. Ужас, ужас, да, и ушел. Там, да, разные, разные люди. В принципе, у меня нет ответа, я с этими людьми мало общаюсь, и, честно говоря, не особо хочется общаться, потому что надо понимать одну вещь, например, то, что мы ненавидим, есть часть либеральных людей, которые ненавидят путинистов, они должны понимать, что те люди, которые голосуют за Путина, они не голосуют за зло, как воспринимает оппозиция, что вот Путин зло, а эти люди голосуют за зло, но эти люди не ходят голосовать за зло, понятное дело, они ходят голосовать за добро. За добро в их версии. Я думаю, это действительно очень важный момент, если мы говорим о том, как либералы могут аргументировать, например, в вопросах прав человека, или все то, что характеризует путинский режим, если мы смотрим на него, допустим, с научной точки зрения, или с точки зрения международных конвенций. Да, для большинства тех, кто голосует, он стабильность, избавительность. То есть, на основе того, что ты сказал, можно вывести какую-то такую идею или тезис о том, что даже для западных европейцев Путин может стать приемлемой фигурой. То есть, там нет какого-то единого потока возмущения. Он может стать вполне себе симпатичным восточным правителем. Да, мне кажется, до этого далеко. Во-первых, Путин уже слишком стар, чтобы прошло какое-то время и образовалась такая масса. А ты не заметил визуально, что он не стареет или все-таки я ошибаюсь? Не, он стареет, как-то стареет. У него уже ботокс висит много. ботокс висит много. Не, ему 68-69. Ну, конечно, он не стар, там в Америке. Он не стар, он вечен. Он хочет быть вечным, да. Но его ошибка в том, что он не ушел в 2007 году. Если бы он ушел, я думаю, в истории России он остался бы один лучший правитель. Я так думаю, до 2007 года. В тот момент, когда Медведев пришел и он вернулся, вот это уже пошел негатив. Уже такой некоторый брежневизм. Да, да, негатив. А так, если бы он в 2007 году ушел, я думаю, сейчас бы вспоминали люди, как вот, это был лучший период в истории, последних 70 лет в истории России. Но, к сожалению, правители не слушают оперных и театральных звезд, которые всегда говорят, что очень важно уйти вовремя. Конечно. Завершение у нас стало всего 5 минут. Я специально сегодня, может быть, не уделял время твоим творческим идеям, планам и результатам. Скажи, пожалуйста, что мы вскоре можем увидеть? У меня в конце сентября выйдет мой фильм, который уже давно готов. Просто ждем хорошего момента, чтобы показать. На большой экран выйдет фильм, не знаю, как на русском, мы еще не придумали на русском название. Так, если перевести, будет путешествие Сэмуэла. И, кстати, через несколько месяцев будут премьеры на московском фестивале. Ну, премьера, скорее, не всемирная, а такая международная премьера. И, я сейчас начну монтаж своего следующего фильма, такой маленький малобюджетный фильм про одну семью, который борется с насекомыми. И вот там они боятся друга, члены семьи начинают бояться. Боятся друг друга. Да, начинают бояться друга, потому что понимают, что они скрывают что-то друг от друга. И так у меня в следующем году будет в январе, не, в январе, даже, наверное, весной будет в театре, пока не буду ничего говорить. В каком-то из латвийских? Да, в одном из ведущих театров в Латвии, в Риге, да, будет очень смешная, я так надеюсь, комедия, кстати, про геев. Я тебе потом расскажу, про что это. И второе, он основан на одном французском фильме, Жанн Допардей. И второе, это в опере будет у меня постановка одной русской оперы. Для меня будет первый раз, когда я буду русскую оперу ставить, очень интересно. Но пока тоже не могу называть, я думаю, театр сам, они сами объявят об этом официально. Что ж, очень много планов, для этого тебе понадобится сила и выдержка. Я очень рад, что ты избавился от страхов, это, конечно же, делает человека свободным. Большое спасибо, что нашел сегодня время и силы в такую снежную бурю и пургу прийти к нам сегодня в студию. Напомню, сегодня у нас в гостях был режиссер Айк Карапетян. Большое спасибо моему коллеге Родиону Золотареву и нашим радиослушателям за звонки и комментарии. Встретимся через неделю. День в день, час в час, минута в минуту.